НГП Радио и продюсерский центр «Новая романтика» представляют Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы, господа, дамы, товарищи, граждане. Сегодня у нас очередная программа в эфире радиостанции «МЖП», у нас сегодня встреча с музыкантами, играющими, выступающими в фестивале «Новая романтика», и у нас очередной гость, у нас сегодня очень интересный гость, я бы даже сказал, как она сказала, многофункциональный человек, женщина, Лена Ястомина. Представьтесь, пожалуйста, Лена. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем вы занимаетесь вообще по жизни, кроме того, что даете интервью? Ой, вы знаете, столько дел, столько дел, даже не знаю, с чего начать, с чего говорить. Ну, можно сказать так, что, ну, как сам себя не похвалишь, естественно, никто не похвалит, а Юрис Тайсалович тем более, он очень критично всегда относится ко всему и очень сдержанно. Да, что имеет место быть и дает свои клады, потому что собираешься, думаешь так, надо собраться, надо дать получше, распоругали, пожулили. Вот. Ну, касаемо того, что я делаю и чем я занимаюсь, ну, кто меня знает, тот знает, кто не знает, чуть-чуть расскажем сейчас, да. В принципе, моя жизнь – это концерт, это концертная сфера, это не работа, это, я не знаю, за последние годы для меня это стало действительно таким образом жизни в большей степени, потому что мне это интересно, я это люблю, я этим живу, и, ну, до этого я работала, конечно, и в других сферах, и в торговле, менеджером была, и, ну, как бы такие другие какие-то были немножко. Хотя, на самом деле, мне это помогло и в концертной сфере, тем, чем я занимаюсь сейчас. Это и организация концертов, и фестивалей, и с пиар, и продвижение, то есть, все, всего понемножку. Вот. Также это какие-то некоторые театральные постановки, спектакли, и в том числе вот с одним детским театром. Очень давно мы дружим, сотрудничаем, помогаем, работаем. И большое, 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 большое счастье для меня – это театр «Вампука» Жени Глюк. Большое ей спасибо тоже за огромный опыт, который я получила, начиная с 2010 года, как мы с ней знакомы, и помогая в многих проектах. Вот. Поэтому, когда меня спрашивают, я даже не могу себе придумать, что мне на визитке написать, потому что каждый раз для меня это ступор, и мне говорят, пиши просто фамилию, имя, телефон и почту, и все, больше ничего не надо. Вот. Потому что мне это интересно, я занимаюсь всем, но, ну, как бы сказать, не поверхностно, а все-таки пытаясь как-то вот углубиться и понять, что нужно сделать, и сделать это правильно. Похож на вариант «Леншина». Он тут пишет «Леншинт» и телефон и все. Ну, да, потому что уже не понимаешь в какой-то момент, по какому поводу к тебе нужно обратиться. Ну, понятно, что не, там, не знаю, машину продать, да, или, там, не знаю, закупку торговую сделать, а именно то, что касается, вот, культуры. То есть, культура, театры, спектакли, концерты, фестивали, не знаю, просто я сотрудничала, ну, просто чуть-чуть немножко себя, наверное, расскажу. Картинка в полтора часа, картинка в полтора часа. Картинка. Просто, как, скажем так, как я попала в это все дело, это было в 2008 году. Моя очень хорошая подруга в Москве, гитар-леди, гитар-леди пишется по-английски. Мы с ней познакомились, точно тоже там, долгая история, онлайн, общаясь в чате радиостанции одной. И она говорит, я вот буду в Питере, мне нужен концерт, давай я договорюсь, а ты все организуешь. Для меня это было шоком просто, я организую концерт. Вот, в итоге она договорилась с Димой Гороховским, прекрасным, которым мы тоже потом очень много общались и дружили. И вообще Дима делает потрясающие вещи, вот эти квартирники у него, это просто что-то с чем-то. Это душевно, это круто, это классно. И спасибо, что сейчас у него какие-то там сложности с соседями, тоже у него сложности с финансированием. Но он молодец, он тянет это время и делает очень интересные проекты. Так вот, она говорит, я договорилась, а дальше нужно сделать пиар в 2008 год. То есть как-то людей пригласить. И вот я полезла в соцсети, начала, то есть, мне говорят, какой у тебя стаж в соцсетях? Я говорю, ну, стаж у меня с 2008 года. Потому что нужно было сделать встречу, сделать рассылку, пригласить людей, сделать приглашение, вот это вот все. И для меня это было ужасом-ужасом, потому что я не очень понимала, как это делается, но в итоге вот началось. И дальше, да, дальше я просто ходила по концертам, ходила по всяким мероприятиям интересным мне. И как я человек общительный, я ознакомилась с музыкантами. И один раз одни из ребят, которые часто я стала ходить на их концерты, блюзовая группа, говорит, слушай, мы тут подумали, давай ты у нас директором будешь. Я говорю, нет, мы решили тебе предложить быть нашим директором. Я говорю, а подумать, как приличные девушки. Они говорят, ну, подумали уже за тебя. Я говорю, даже я должна подумать. Они говорят, нет, ты не должна подумать, мы уже подумали, ты будешь у нас директором. Вот, поэтому... Как группа называется? All Blues Band. Она, к сожалению, уже не существует, но мы с ребятами продолжаем общаться. И в соцсетях поддерживаем какие-то там лайки, ставим друг другу иногда. Ну, то есть какая-то, так как, понимаете, для меня это не то, чтобы я вот решила и я стала. Это просто какое-то вот меня все, меня понесло, и я поняла, что это настолько интересно, это сложно. Это иногда бывает, там, не спишь несколько дней. Но это настолько круто этим всем заниматься, что я уже просто не могла. Все это любовь, и это, вот, наверное, до конца моих дней все это всем этим заниматься, всем этим, всей этой движухой, и, в общем, как-то так. Вот, я что-то уже... Проще... Ну, я не буду... Слушай, давай... Спасибо за сравнение с Ессеном Давыдовичем, но вот... Давай, у всю упростим. Скажи, пожалуйста, дорогая, извини, что я обращаю на такой дорогой. С какого года мы с тобой знакомы? Примерно. Ну, сейчас скажу. А, я даже вам скажу, когда. Это был 2010 год. Я тогда работала, сотрудничала радиостанцией Rock Online, у нас такая была. И вы стали приходить туда от петербургского рок-клуба, если я ничего не путаю. И тоже не помните? Нет, это я что-то помню, но не все. Просто сегодня выяснились некоторые моменты до начала эфира, когда я напоминала Юрию Сенцаловичу какие-то вещи, о чем он забыл. Из нашей общей биографии творческой, как бы, концертной. Слава Богу, ты напомнила мне, да, хорошо. Да, была радиостанция Rock Online. От петербургского рок-клуба мы приходили с группами, о которых нужно было рассказывать в эфире. Если я правильно помню, Карина Плесковская тогда была ведущей, по-моему. Потому что я помню, как я ей показывала, как с микрофоном работать, пульс включать и так далее. У нас даже фото где-то есть такое совместное, где я ей объясняю, а она испуганными глазами все это делает. Тоже не помните. Карина помню хорошо, а вот это состояние не помню, конечно. И, собственно, вы приходили в эфир, а мне нужно было подготовить для вас, потому что я была тогда на тот момент, помогала в многих моментах и была редактором отдела информации. То есть все, что касалось... Да. Вот, мы сказали, придумай себе должность, и мы тебя так и напишем. Я говорю, давайте так, информация, отдел, давайте отдел информации. Вот как бы и я занималась аккредитациями журналистов на всякие концерты. Я занималась тем, что договаривалась, чтобы артисты приходили, музыканты в эфиры. То есть много чего было интересного проходило. Стой, что было дальше в взаимоотношениях твоих и моих? Очень интересно. По работе, по работе. Но у нас исключительно с вами деловые всегда были отношения. Вот, поэтому... Я тоже подчеркиваю. Это только деловые, рабочие. Несмотря на то, что я Юрьевна, периодически напоминала, что когда Юрий Станиславович забывал мое отчество, я ему говорила, что... В общем-то... Да, Юрий Станиславович, я Юрьевна, я. Вот. Дальше... А дальше я даже не помню, как это произошло и как меня понесло в это все дело, но Петербургский рок-клуб решил, что у него должна быть редакция. Это примерно год 2010-й, 2011-й? Ну, что-то в конце 2010-го, в начале 2011-го, наверное, да. Ну, вот в тот период, да. Потому что уже это надо было записывать в тот момент. Сейчас уже тяжело с памятью периодически. И тебя пригласили в качестве кого? Работника редакции. Мне также сказали, придумай себе, как ты будешь называться свою должность. И вот так мы тебя напишем. Я говорю, давайте какой-нибудь директор. Говорит, о, исполнительный, исполнять все будешь. Я говорю, ну хорошо, раз все исполнять, буду исполнительным. Вот. Тогда Андрей Петрович Бурлаков был президентом Петербургского рок-клуба. И его договорились между собой так, что назначили главным редактором. Чего? Редакции Петербургского рок-клуба. Так. А кто там был еще из знаковых людей? Ну... Я-то какую дуру занимал там? Напомню. Вы занимались всем. Вы как бы должности никакой не было. У вас была должность Серый Кардинал, который делал очень много процессов, запускал и делал так, чтобы, в принципе, это все существовало. Если я правильно помню, по-моему, это даже ваша инициатива была. Может, вы не помните, но больше некому. Но больше некому было придумать такое, сделать редакцию и петербургского рок-клуба. Хорошо. А тот же самый Гена Ладошкин? Но его кто-то нашел, по-моему, вы. Или Бурлака. Ну, кто ты, но это не я точно, потому что меня уже с ним познакомили и сказали, вот, вот, он взялся тоже за административные такие вопросы, там, договора, выстраивание структуры редакции. И у меня был опыт небольшой на разве рок-онлайн. У Геннадия опыт, как я помню, может быть, ошибаюсь, таких вот корпоративных каких-то проектов больших, и поэтому у него получалось структурировать это правильно. А что там делал Саша Семенов в рок-клубе? Я пока не помню, но президентом он стал позже чуть-чуть. А по поводу... Вот это... Он, по-моему, либо директором каким-то был. Директором был я. Директором были вы. Тогда не помню, кем был, но это вам нужно тогда уставку смотреть, что вы, кого вы назначали в то время, я не помню, правда. Но редакция у нас получилась тогда замечательная, на самом деле, потому что было собрано большое количество журналистов, фотографов, был создан сайт, у нас была большая пресс-конференция прошла. Где она прошла? Ничего не помните вообще, да? Не помню, что в канале Грибоедова, а в каком месте не помню? Канал Грибоедова 36, там сейчас клуб Барин, до этого он был... Типа Директор, я не понял, нет, Директор, я не знаю. Нет, 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 до этого он назывался... У него было несколько названий, периодически их меняли, но такой красивый, классный клуб, да. На канале Грибоедова, да, я помню, там была большая пресс-конференция, точно. Это маленький особняк двухэтажный какого-то века, из которого сделали ресторан, вот на втором этаже мы делали тогда презентацию, у нас интерфакс был, и много таких паритаз были, ну, в общем, да. Ты уже, я начинаю вспоминать, скажи, пожалуйста, каким макаром мы набирали фотографов-корреспондентов в свою редакцию? По объявлению, по объявлению как? Тогда уже были соцсети развиты достаточно, ВКонтакте, и, соответственно, у меня были доступы к каким-то группам по интересам, именно по року, по музыкантам, и мы делали рассылки. А, еще у нас была Людмила Ратвинская, Мила, которая помогала, она секретарем у нас была, вот, и мы с Милой вдвоем сидели и придумывали текст, рассылали всем музыкантам знакомым, просили их дальше кому-то разослать, музыкантам, журналистам, фотографам, о том, что редакция рок-клуба набирает штат людей, вот, мы подписывали договора, все было очень так серьезно, по авторскому праву там у нас было все учтено, даже не то, что все принадлежит рок-клубу, а смежное авторское право было указано в договоре, который подписывал с нами фотограф и журналист, то есть мы там все продумали. Я как раз принимал эти самые заявления, которые присылались, причем из разных городов, у меня было в списке где-то более 500 человек, причем там были представители из Лондона, это еще и, ладно, бог с ним с Лондоном, из Южноафриканской республики, что меня больше всего удивило. Там тоже есть русскоязычные люди, которые слушают рок, почему бы нет на самом деле, вот, поэтому мы же в интернете размещали, а дальше люди уже вот, ну, хотели. И у нас на самом деле были такие моменты, когда, например, кто-то в Екатеринбурге, какой-то у нас журналист, и вот какой-то там концерт, например, там, я не знаю, группа «Пикник» или каких-то зарубежных исполнителей, не знаю, там, кто-то приехал. Вот, я договаривалась об аккредитации, то есть я звонила с пунктом дела, говорила серьезным лицом, что «Здравствуйте, директор редакции Петербургского клуба, я вам звоню из того самого Петербурга». Вот, причем, на самом деле, когда говоришь «Петербург», у некоторых людей, так, ну, 10 лет назад, да, еще, то есть я еще говорила это очень важным голосом, и, соответственно, вот мне прям верили и говорили, да, мы вас слушаем, а чем обязаны. Я говорю, вы знаете, у нас такая история, нам нужно очень, вот, аккредитацию на ваш концерт, и мы напишем на нашем портале, вот у нас, посмотрите, все звезды на портале, много очень всего интересного. Да, соглашались, да, хорошо присылали. То есть, человек... И люди, человек в Екатеринбурге, условно говоря, шел на концерт «Пикника», и присылал нам потом фото и видеоматериалы, и текст писал про него, и мы публиковали, да. И все благодаря твоей наглой позиции. Нет, ну, не благодаря мне, но просто, когда, знаете, когда очень важна команда, и когда есть сильная команда, когда ты понимаешь, что ты не один, а... В коллективе. В коллективе, и он поддерживает и дает, ну, как бы сказать, вот под левую руку, под правую руку, да, и вот тебе вот помогают. И это дает, это не наглость, это уверенность в себе. И вот эта уверенность, она действительно очень помогала вообще и по жизни мне всегда, и во всем, потому что, ну, когда ты с уверенностью в голосе говоришь человеком, он тебе верит. А ты говоришь с уверенностью не потому, что ты хочешь обмануть, а потому что ты сама веришь в то, что это так. Ты сама веришь в это чудо, в этот проект, в это дело, в это решение ситуации, и... Вот мне кажется, такие вещи очень важно понимать, потому что дрожащим голосом будешь разговаривать, тебе никто не скажет. Ну, поверили. Ну, что-то вы, что-то вы, давайте вы там это вот... Помолчите. Попозже подойдете, да, у меня времени нет, я на чай попью, потом и все. Скажи, пожалуйста, Лен, вот я сейчас задам вопрос, странный, а может быть не странный. Как-то вот, может, прошло ли после 11-го года, 10 лет, сейчас 21-й год, могла охарактеризовать вот эту вот работу редакции Санкт-Петербургского рок-клуба, вот сейчас, через 10 лет? Ну, все было очень сделано профессионально, на самом деле, было вот благодаря тому, что были вот вы, Бурлакова, ну, Бурлакова все знают, он редактор, и просто, да, у него там и книги выпущены в большом количестве. Энциклопедии, да, поэтому его, перед ним прям трепетали журналисты, которые, мы даже, знаете, брали людей, которые не, я сейчас скажу, ну, просто не буду сейчас имен говорить, может, человеку будет некомфортно это слышать, поэтому были такие случаи, когда, например, приходила девушка и говорила, или писала, что, вы знаете, я очень хочу быть журналистом, но у меня нет вообще никакого опыта, я вообще не понимаю, что это, как это, ну, мне вот прям нравится, я люблю ходить на концерты. Я говорю, приходи, давай разбираться, и она приходила, мы с ней проговаривали какие-то вещи, я ее отправляла сначала на какой-то маленький концерт в маленьком клубе, она что-то писала, короче говоря, вот... Процесс обучения. Такой процесс обучения и надежда, надежда человеку, что вот ему хочется, и я вижу, что человек старается, не то, что я такая крутая была, я прям умела научить, нет, я просто по-человечески подходила в плане того, что давай попробуем, давай найдем, в чем была ошибка, и давай как-то тебя немножко... Вот, у меня, кстати, такие моменты еще были на радио, когда у нас девушка одна очень хотела вести передачу, а она мне сейчас перескочила обратно к той девушке, к той редактор. Так вот, прошло время, и со временем она потом устроилась уже на работу, работая за деньги с журналистом в театральную сферу, и потом ее поставили еще руководителем отдела по работе с театрами, и она меня благодарила, писала, говорит, Клина, спасибо тебе большое за то, что ты мне дала вот в тот момент эту надежду, и я в итоге стала, вот сейчас это стало моей профессией, моим делом просто. Ну, может быть, это не то, что я, это ее стремление, ее желание, но просто я помогла чуть-чуть ее вот немножко... Может быть, после меня она через год будет на кого-то другого, на какой-нибудь другой человек ей помог, но мне очень приятно, что состоялся именно такой момент. Слушай, я начинаю вспоминать, может, тогда где-то базировались на Марата, по-моему? Ну, там был расходовый клуб, я не помню, как он назывался. Клуб, это расходовый клуб, да, по-моему, это был центральный район, да, и я помню, что мы там собирались, приходили эти предполагаемые корреспонденты, фотографы, и, по-моему, что-то типа лекции читал чуть ли не сам Андрей Бурлаком. Да, он им объяснял, как писать, как на что обращать внимание, но мы не говорим о грамотности или там пунктуации, мы говорили именно о том, вообще о сути, да. То есть это были такие мастер-классы, которые Андрей Петрович вот находил время, приходил, общался, лично общался, тоже задавая ему вопросы, он отвечал. И это было такой школой на самом деле, очень крутой, то, что одна из задач, да, вот рок-клуб у них, у рок-клуба того времени был момент и у ленинградского, и у петербургского, и вообще задача взять молодых и помочь им расти в своей области. Профессия. Ну, для кого-то профессия это не становилась, но, тем не менее, это как бы некий такой шанс, что если ты очень сильно хочешь, что вот тебе площадка, вот тебе песочница, вот можешь начать что-то делать. И, соответственно, для журналистов и для фотографов это тоже так же было, потому что им давали шанс проявить себя, и не просто так прийти самому на концерт пофоткать, да, а то есть из задания. Мы потом разбираем разбор полетов, то есть что-то написал не так, как это исправить, как улучшить, почему твои фотографии из... не надо делать 500 фотографий, сделай 10, но чтобы они были крутые. Сними 20, из них выбери, оставь 3, но чтобы они были вот прям вот вообще очень классные, с ракурсом, с картинкой. Дело не в качестве фотоаппарата, потому что не у всех есть возможность, конечно, купить хороший фотоаппарат и технику эту дополнительную к нему, но само чутье и само ощущение, вот как это должно быть, чтобы человек понял, и даже не столько сердцем, а сколько вот через опыт. Вот, и вот такие вещи важны. Возвращаясь к своему ранее заданному вопросу, как ты вот сейчас, по прошествии 10 лет, оцениваешь вот эту вот работу, не работаю, существование редакции Петербургского рок-клуба в то время? Ну, я с ностальгией вспоминаю, потому что действительно было очень классно все это, и классно, и круто, и вообще задумка была очень классная. Это имело смысл тогда? Это и сейчас имеет смысл, потому что, просто понимаете, никому это не нужно, никто не хочет этим заниматься, потому что это трата своих сил, своего времени, а ради чего, для чего? Ну, то есть, все сидят в гаджетах, в телефонах, в компьютерах, ну, как-то вот разобщенность, и вот последние события, последних полутора-двух лет тоже нас пытаются все разобщать, разобщать, на самом деле это очень грустно. Так получается, психологически, 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 просто все это настолько, вот сиди дома, никуда не ходи, в гаджеты у тебя все есть, купи подписку на кинотеатр, сиди дома, ну, и все, вот зачем дома, вот мы не ходим в гости, мы общаемся по телефону, по видеосвязи, и, ну, это, да, я ушла, я ушла от вопроса, извиняюсь, но на самом деле, да, и когда есть вопрос к тому, как я оцениваю тогда, и как это было, действительно, это и сейчас актуально, и это всегда актуально, потому что людям талантливым иногда, вот, бывает человек, он не умеет ничего, и у него таланта нету, но он наглый, и он упертый, и он без таланта, без фига, ой, извиняюсь, вот, вообще просто прет и считает, что он там крутой, да, и он добьется, он чего-то, куда-то допрет все равно, потому что он упертый, талантливые люди, они, как правило, мне так кажется, это мое мнение, могу ошибаться, конечно, но талантливые люди, они скромные зачастую, и чем более талантливый человек, тем более он скромный, но, опять-таки, мое такое мнение, поэтому их нужно как-то поддерживать, и поймать этот момент, когда человеку сказать, давай, иди, ты хочешь писать, вот, давай, попробуй, ты хочешь играть, вот, пожалуйста, тебе гитара, вот, выйди, сыграй, и я же еще блюзовые джемы организовывала в большом количестве, но это ладно, это потом, и когда приходили музыканты, просто с гитарами, смотрели на сцену, как там, Александр Ляпин с Алексеем Зубревым сидят и рубятся в этот блюзовый джем, они стоят и говорят, мы не выйдем на сцену, стоит он с гитарой, я говорю, чувак, выходи на сцену, я с ними не выйду, я говорю, бери гитару и выходи на сцену, это джем, тут может любой выйти на сцену и сыграть, и просто у людей там шок был, просто вот этих парней молодых, выходили просто, не все, не все, некоторые так с гитарой не расчехленные сидели весь вечер, потому что у них был шок от увиденного, я ему говорю, нет, я не буду, я говорю, ну ты так всю жизнь проследишь, что никогда не видишь, ну, давай, бери гитару, как умеешь, выходи, бринчи как-нибудь, это твой шанс просто, чтобы ты раскрепостился. Лена, ты настоящий комсомолец, по-говорению. Не комсомолец, просто, не знаю, мне кажется, что это важные такие вещи и, ну, очень важные, я с собой согласен.